Привет, красотка! И сегодня я вещаю прямиком из солнечной Мексики. И тема сегодняшнего нашего видео очень созвучна с фоном. Я буду тестировать органическую косметику и буду делать макияж только органической косметикой. И в целом я раскрою тему того, что это такое. На полках магазинах все чаще появляются продукты с отметками эко, органик, био. Что все это значит? Просто ли это маркетинг? В чем действительно преимущество органической косметики? И, конечно, выясним с вами, такая же ли она действенная, как обычная косметика, к которой мы все привыкли. Весь этот набор формировала не я. Я попросила команду Fofresh, о которых вы, я думаю, уже все прекрасно знаете, собрать для меня такой кулек для создания полноценного макияжа. То есть самые разные продукты декоративной косметики разных брендов, чтобы я была такая непредвзятая, абсолютно ничего не знала. Ну а пока что такое органическая косметика? Первое, что важно, в составе органической косметики должно быть минимум 95% натуральных компонентов. 95. То есть остальные 5 могут быть синтетическими, но не настолько, да, здесь тоже очень критично к этому подходят. То есть точно в органической косметике не найдутся сульфаты, парабены. Что вообще означают натуральные ингредиенты? Ну, например, сок алоэ. Все мы знаем с вами. Природные масла, экстракты разных цветов, растений. Следующий важный момент это то, что компоненты, которые входят в состав, они должны быть выращены органическим путем. На экологически чистых территориях биоразлагаемая упаковка, что косметика должна быть органической не только внутри и снаружи. То есть банки, коробочки, упаковочки, все это должно быть биоразлагаемым. Но здесь тоже, знаете, такой моментик кроется в этом. Многие думают, что покупая какой-нибудь тюбик, ну, подобной, да, косметики, они помогают природе. Вот, пожалуйста, выкинул в обычную мусорку и биоразложилось. Ничего там био самой не разложится, если только вы это не отсортируете правильно. То есть если вот коробочка в нужный отсек, где макулатура. Если это просто пойдет все в одну топку, то неизвестно, сколько вообще это будет все разлагаться в условиях смешанного мусора. Где там и органика, например, и бумага, и пластик, все вместе. И последний основной пункт это бережное отношение к братьям нашим меньшим, к животным. То есть вся эта косметика не тестируется на животных. Очень надеюсь, что сейчас ветер, который разошелся, не мешает меня услышать. Но я специально поставила микрофон с ветерозащитой. Вся косметика не тестируется на животных. В составе нет продукции животного происхождения, за исключением молочной кислоты и продуктов пчеловодства. Вкратце это все. Конечно, не все продукты, которые вы сможете увидеть на прилавках, магазинах, если там написано Эко или Органик, это не факт, что это действительно органическая косметика. Нужно смотреть, какие же сертификаты имеет этот продукт. Начнем мой макияж с тоника. Это бренд On Me. Здесь вот вообще написано 99,5% натуральных ингредиентов. Тоник увлажняющий. Наношу вот таким образом, не прибегая к помощи ватных дисков даже. Но чтобы избавиться все-таки от каких-либо мелких загрязнений, я помогу бумажной салфеточкой все это убрать. И, кстати, да, такая важная пометочка. Я не эксперт, я здесь больше исследователь и тестировщик. Так что, если вдруг я буду где-то ошибаться, а вы более осведомлены в этой теме, то не стесняйтесь меня исправлять в комментариях. И по ходу нашего макияжа я буду также рассказывать вообще, в чем преимущество этой органической косметики. Следующим пойдет в ход у нас крем. Я о нем слышала, но никогда не использовала Nonicare. И хотела еще стоимость указывать, конечно, потому что тоже важный такой момент. Органическая косметика обычно дороже. Потому что как раз-таки, чтобы ингредиенты получить, очень много нужно затратить ресурсов. Условно говоря, вырастить оливковое дерево, чтобы отжать, например, оливковое масло. Это намного дороже, чем синтетическим путем как-то на заводе прийти к тому, чтобы просто давить и давить. И не обязательно даже это оливковое масло, а альтернативу, например, ему. Так вот, тоник наш стоил 470 рублей. Я считаю, достаточно адекватная цена. Этот крем 517 рублей. Я здесь, кстати, в Мексике грешу немного, забывая вообще кремом мазаться. Ну, не знаю, может это подсказывает моя кожа. Мне не хочется просто. Здесь настолько увлажнено все, что я просто сывороткой-концентратом пользуюсь. Потому что мне кажется, если я нанесу крем, то будет настолько мне жирно. Крем безумно вкусно пахнет. Это манго, алоэ, собственно, сам нони. А нони это, видимо, какой-то фрукт. Потому что бренд называется в честь этого продукта. Крем хорошо впитался. И мы подходим к тональному крему. Такая упаковка. Мне напоминает какой-то советский тональный крем почему-то. Бренд Jurassic Spa. Стоимость такой упаковочки 720 рублей. Здесь 50 миллилитров. Перед первым употреблением необходимо удалить защитную мембрану. Удаляем мембрану. Мембрана удаляется плохо. Пришлось ногтем ковырять. Потому что иногда, знаете, бывает хорошо так вот прям соскальзывает. Но не в этот раз. У меня все ногти измазаны теперь. Цвет здесь натуральный, светло-бежевый. Для сухой нормальной кожи. Это как раз про меня. Я, правда, щитка загорела. Надеюсь, будет хорошо ложиться оттенок. Так вот, одно из преимуществ органической косметики, за что ее, наверное, все любят, что она не вызывает непривыкания. Она никак не влияет на работу нашей кожи. То есть ничего там специально прям не стимулирует. Не нарушает наши естественные циклы. Тональный на самом деле подстраивается под мой цвет кожи. Это очень радует. Потому что я сейчас думала, если он будет очень белый, это будет прям сильно видно. Но нет. Один из основных таких минусов. Ну, может быть, это миф. Я не знаю, органической косметики, как о ней отзываются, что она неэффективна. То есть, мол, да, она очень с хорошим составом. Все это не вредит коже. Все это очень классно и природно, натурально. Но оно не такое эффективно, не так работает круто, как наша привычная косметика с синтетическими составами. И здесь можно открывать целый спор за и против. Потому что, наверное, просто бренд бренду рознь. Есть такие, как помните, недавно я делала обзор FixPrice, где просто бибикрем, он вообще ничего не сделает. То есть, я просто как будто помазалась кремом обычным. А есть наверняка эффективные. Мне нравится, что появилось такое сияние сглаженное. То есть, блюр плюс сияние. Консилер. Консилер бренда Coulure Caramel. Надеюсь, мой французский со школы меня сейчас не подвел. Стоимость 1200 рублей. Ну, за такую маленькую штучку нормально, так? Невероятно красивая упаковка, я вам скажу. Знаете, выглядит как упаковка каких-то наушников там супер. Погодите, почему это такого цвета? Увидите цвет? О, здесь зеркало есть. Зеркало это классно. Он даже на магнитах. Вау, вот упаковка кайф, конечно. Да, я понимаю, за что такие денежки. Но цвет, он чутка яркий. Может быть, это используется как румяна. Консилер для кожи вокруг глаз. Абрикосово-бежевый. Давайте тестить на пальчик. Я, конечно, понимаю, что против именно синяков под глазами круто работает оранжевый. А нет, он хорошо растушевывает, слушайте. Я просто привыкла к консилеру посветлее чуть-чуть, наверное. Чтобы как раз вот высветлять эти зоны, еще распространять на зону лба, я вот к этому привыкла. А если это именно против кругов под глазами, то, наверное, это даже более эффективно. Мне очень нравится, что появилось зеркало, потому что по нашей традиции, которую я сама себе придумала, я опять забыла зеркало. Надо сказать, он подстраивается под мой цвет. Я еще как подложку под тень его нанесу. Упаковка космос, согласитесь? Просто класс. Давайте перейдем к нашим глазкам. Тени. Вот такая у нас палетка Crystal Minerals. Вы видели, да, этот моментик, к которому я не была готова? Только хотела сказать, какая классная палетка. Просто цвета, их сочетание, вау. Но, как оказалось, минимум два очень плохо закреплены. Ну, это, конечно, решается просто каплей клея, но все равно. Ребята, Crystal Minerals, присмотритесь. Хорошо, что пигмент не растрескался. Но, надо сказать, эта косметика, весь этот вот наборчик пережил транспортировку из Екатеринбурга в Москву, из Москвы в Мексику в чемодане. Может быть, это что-то, конечно, все вот так потряслось. Но здесь выглядит, как будто это именно клей вот нанесен не очень. А цена у них, между прочим, 1700 рублей. О, какое спасение! Я уже хотела сказать, какой я косяк. Я не взяла с собой маленькую кисточку для нанесения теней. Уже хотела пальцами наносить, но тогда не посмотреть на растушевку. Смотрите, кто меня спас. Меня спас карандаш для губ, мой, который я привезла. Это бренд Mina. И у него с обратной стороны вот такая вот маленькая щеточка. Спасение мое. Давайте мы сделаем песочную основу. Вот такой цвет возьму, как основу. Посмотрим, как наносится, как тушуется. Так прохожие интересно смотрят, чего вообще происходит. Такая конструкция. И я на фоне листьев. Посмотрите, какие прекрасные сооружения. Когда очень хочется снять видео в путешествии, в ход идет все. Сначала тумбочка, чемодан, весы. Весы нужны чисто, чтобы разровнять вот эту всю композицию. И мой штатив миниатюрный для путешествий. Такой прекрасный фон. Красивый, очень красивый цвет. Беру вот такой светлый пигмент. Хочу высветлить внутренний уголок глаза. Не скатываются тени. Хотя у них есть все шансы, потому что я базу нанесла. Ну как консилер, он тоже влажный такой. Вообще здесь у нас постоянно игуана ходит по территории. Но она боится любого шевеления минимального. Поэтому, конечно, она сюда даже не приползет. И беру такой коричнево-серый. Им я подчеркну межресничный контур. Уборка пришла, но не в наш номер. Тени мне понравились. За исключением момента с выпадением двух ячеек. Карандаш для глаз от бренда Miss Vipro. Черный. И, если честно, для меня это не очень стандартная ситуация. Я прям карандашом для глаз редко очень пользуюсь. Но мы сейчас с вами как раз за место подводки как бы межресничный контур подведем. Стоимость карандаша 875 рублей. Открываю с вами. Привет! О, от души запечатали, конечно. У меня вот эти вот поврежденные кусочки сафрики так выделяются с этой прической. Как будто у меня прям каре. Но нет. Вот она основная длина. Пожалуйста, черный карандаш. Видите, как будто уже больше ресниц стало визуально. И я совсем легкую стрелочку выведу. Наносится легко. В меру мягкий, в меру твердый для глаз. Вот прям как надо. А пока повторим. О, божечки мои. Чуть душа в пятки не ушла. Следующий продукт, который очень легко проверить на его эффективность прям моментально. Это тушь. Тушь для ресниц бренда Санте. Натур косметик. Как будто немецкая. Да, Германия. И как бы с тушью все вообще всегда понятно. Тут либо есть, либо нет. Мне, кстати, очень нравится, что здесь мало русских. Потому что меня сейчас никто бы не понял. Для меня почему-то это важный момент. Чтобы никто не подслушивал, так скажем, тайком. А даже если подслушивал, то хотя бы не понимал, что я говорю. Потому что я сейчас нахожусь в такой зоне. Все балконы выходят на эту сторону. Легко можно посмотреть в окно и увидеть меня. Тушь неплохая. Я привыкла к более эффектному сразу же такому взгляду. Описание. Свежий взгляд и экстремальный объем. Ну, экстремального объема прям дикого я не вижу. Тушь стоимостью 1049 рублей. Мама, привет. 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 Вот туда. Привет. Тебе нравится Мексика? Да. Да. Хорошо. А где мама? Здрасте. А я кто? Саша. Я мама Саша, ну. Либо мама, либо Саша. Все одно преимущество органической косметики. Можно без особой опаски давать ребенку попользоваться. Ну, потому что обычно состав такой себе. И ты сразу такой, нет, не наноси это на себя. А здесь тут либо какие-нибудь масла, либо ягоды, либо экстракт чего-нибудь, какого-нибудь цветка. Только единственный момент еще аллергия может быть на такое. Чаще. Чем на какие-нибудь синтетические продукты. Очень редко такое с тушью происходит. Она невероятно вкусно пахнет. В целом хороший объем. Достаточно. Я бы даже сказала, что обычная тушь, неорганическая, вот именно средняя, она такой примерно объем и дает. Это просто я нашла Vivienne Sabo. Самую невероятно удлиняющую, разделяющую, делающую объем. И поэтому уже я вот с ней сравниваю. Тинт для губ и щек. Pure Bio. Не очень красиво открывается упаковка. Или вообще не открывается упаковка. Вот этот момент, когда нужно вот так вот все скрести. Цвет очень такой приятный. Пыльная роза. Свеженький такой. Классно. Мне нравится. Мне нравится и цвет, и то, как растушевывается легко. Потому что, знаете, иногда бывают такие тинты, они просто въедаются моментально. Ты только наносишь, и нужно сразу, сразу быстро растушевывать. Я почему на губы не наношу? Потому что у нас еще дальше будет отдельный продукт для губ. Но я думаю, что и на губах он тоже очень красиво смотрится. Многие, кстати, действительно любят именно жидкий формат румян. Говорят, что дольше держится и натуральнее смотрится. То есть не как будто тебе прям, знаете, блик такой выделили, а будто это часть твоей кожи. Но я почему-то пока сижу на сухих. Может, потому что у меня просто есть эти палетки, и с ними что надо делать? Все равно надо израсходовать. Наконец, средства для бровей. Мне прислали только гель, то есть не карандаш, не тени, ничего, просто гель. Стоимость геля 699 рублей. Правда, меня напугал чутка цвет. Он такой коричнево-рыжий. Это оттенок 02, браун. Я не очень в целом люблю цветные гели для бровей, потому что с их средством иногда не совладать. Они иногда начинают мазать кожу тебе там, где ты не хотел, потому что слишком много в них этого средства, и это превращается в маленькие катышки, которые соединяются с твоим тональным, и когда ты их стираешь, стирается тональный. Это такой замкнутый круг, который тебя чутка раздражает. Поэтому я люблю прозрачные гели для бровей, просто которые дают укладку, и уже цвет добавлять самостоятельно. Карандашом, тенями, фломастером, хоть чем. Знаете, как я приноровилась делать? Я просто наношу сначала вот так по всем волоскам цвет, чтобы он сошел максимально на брови. И потом начинаю вот так расчесывать, уже фиксацию придавая. Получается, цвет уже на волосках. Я ничего уже, скорее всего, не размажу, но зато зафиксирую. А пахнет... Я, может, есть просто хочу, не знаю. Пахнет хинкалями какими-то. В целом уложилась хорошо. И последний продукт, это помада стоимостью 1049 рублей. Тоже бренда Санте. Вау, какой цвет прямо гармонирует так с моим платьем и с моим тинтом для щечек. Очень красивый. Кремовая помада. Абсолютно органический макияж готов. На абсолютно органическом фоне. Надеюсь, моей коже это понравится. По ощущениям, моим внутренним все примерно так же, как и с обычной косметикой. То есть ничего я там не ощущаю, ничего не отслаивается. Все достаточно хорошо нанеслось. Благодарю команду ForFresh, которые подобрали для меня такие продукты. Напишите обязательно в комментариях, кто может уже прочь, надолго сидеть на органической косметике. Какие бренды вам нравятся, почему вы выбрали именно такую косметику. Всем отправляю лучи мексиканского солнца, тепла, обнимаю, целую. И улыбайтесь чаще, красотки. Пока!